В ночь на 19 января православные христиане отметили великий праздник – крещение Господне. Раньше в этот день было принято крестить детей. Омыть тело освященной водой и очистить душу от грехов, окунувшись в Иордань, смогли тысячи химчан. В трех местах у круга для них были организованы купели. О том, как прошел православный праздник в Химках и микрорайонах, репортаж наших корреспондентов. Ой, Иордань, не крещающийся тебе Господи! Прорубь возле БЦ Химки. Символ святого распятия погружают в воду. Таким образом проводится чин освящения. Купание в праздник крещения не является обязательным. Тем не менее, пройти испытание Иорданью готовы многие. Верующий человек, истинный верующий православный христианин купается не для того, чтобы поставить какие-то рекорды. Или чтобы показать какие-то свои достижения. Он купается, потому что он следует за Христом. В этом году, благодаря крепким морозам, толщина льда на канале имени Москвы составила 50 сантиметров. В связи с этим устанавливать деревянный настил на всей поверхности не стали, как это делали раньше. Специальные дорожки положили к купеле и от нее. По ним верующие проходят к Иордане, чтобы погрузиться в воду и тем самым очистить себя от грехов. Для всех, кто пришел встретить православный праздник в купеле, были организованы теплые палатки для переодевания. Химчане согревались горячим чаем и полевой кашей, а душу закаляла вера. Уважаемые горожане, поздравляю всех от чистого сердца с таким праздником. Ну и, конечно, желаю всего самого лучшего, здоровья, очищения и жить по законам христианским. В Подрескове в этом году создали две купели. Их оборудовали тепловыми пушками. Желающих окунуться немало. Купание в крещенской проруби – это не самоцель для нас всех. Это традиция чисто русской проруби, поскольку в Иордане льда практически никогда не бывает. Там намного теплее, нежели нам здесь. Летать хочется. Именно так описывает ощущения после погружения химчанин Сергей Кочурин. Ныряют впервые. Накануне побывал в храме, подготовился морально. Статьи почитал, рекомендации почитал. Для тех, кто там сердечники, болеют, прочел, постарался подготовиться, естественно. Москвичи ныряют в Химках, в микрорайоне Новогорск. Крещенское купание прошло на территории зоны отдыха Плотина. Игорь Сафронов третий год проходит весь обряд полностью. От службы в храме до погружения в ледяную воду. Конечно, подречья погодка, вода не теплая. Замечательно. В этот раз на Плотину пришли около тысячи человек. Большая часть желающих подходит к 12 ночи. Верующих не останавливают даже морозы. Христиане верят, что освященная вода приносит духовное и телесное здоровье.